здравствуйте дорогие друзья закончился 9 ава закончился в общем то самый низкий день и мы теперь вверх 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 теперь все только лучше вернемся к нашей недельной главе вайт хана на то мы ее пропустили почти машара бэйн просит бога все-таки дать ему возможность перейти иордан и вступить в землю израиля пожалуйста говорит самый любимый человек бога дай мне перевести эту землю я увижу хорошую землю перейду не получилось мы не будем сейчас разбирать почему бог все же отказал в просьбе машет есть очень много причин известных одна из них самое главное что еще история шла по другому пути еще рано было проще рано да потому что то что делает маша это вечно но вот это неотдалимое желание маша попасть землю израиля заставляет вообще нас говорят мудрецы снова взглянуть на невероятную вот эту малюсенькую полосочку земли и именуемую земля обетованная задать вопрос что делает ее центром мироздания почему все связано по лидии вот такая страна малюсенькая вот такое вот и все без концов только они только одни много вопросов есть если ответа в многом один из возможных дает вот вторая книга пяти книжек она пишет следующее сыны израиля ели ману 40 лет до прихода в страну но шевет в страну но шевет шмот раша объясняет что слово но шевет вот это как заселенная обетованная откор на ешу что здесь получается отсюда ее характерная особенность страна израиля это антипод пустыни вы скажете что любая обитаемая местность антипод пустыни но это немножко не так здесь имеется ввиду противостояние по параметру чудесности пустыня это что было ман там чудеса одежда не вершает мыться не надо а страна израиля это очень рационально страна текущих ручьев родников и подземных вод страна питающаяся из земли что это означает только наша земля только земля израиля написано мудрецами позволяет раскрыть всевышнего как источник всех сил и лаким то что имеет лаким только здесь то есть обнаружить что за естественным всеми событиями за всем что происходит казалось бы ну вот оно одинаково есть единство есть он там и ничего нету кроме бога и маша маша чья жизнь была тора естественно желал соединить возвышенное земное он хотел этим быть но пока это ему не удалось написано там немножко что в конце времен мы находим в иудаизме вообще в еврейской мысли очень интересная вещь что поддержание еврейских ценностей не всегда удобно и не всегда приятно ли ты помогает жизнь это требует жертв это требует памяти об исторической важности и в наше время многие евреи живут за границей за пределами земли израиля каждый если бог так построиться на жизни так сумеете а потом но ты все равно вернешься в землю знали прилично потому что это не вопрос удобства который сегодня к сожалению все выбирают это такой же вид удобства как привел премина ревена и гада которые попросили оставь нас там под пастбище транса и ордании намного лучше чем земля израиля мы же это проходили и вполне определенно что кстати им было сделать так удобнее но сарова правда вот этого иудаизма состоит том что он неудобен он неудобен он требовательный настойчив и как бы не дай бог нет критики тех людей которые еще не сделали выбор жить в израиле или кому повезло что бог и подтолкнулся до жизнь это их выбор причина у каждого своя но это не меняет один исторический факт что только на земле израиля еврейского народа есть будущее и только там он сможет действительно выполнять ту миссию для которую которая на горе сина и была на него возложена если кто-то думает о детях своих когда я хочу детям дать и все что можно дать детям это привести их землю израиль все что можно им дать в америке во франции в китае это все в конце концов кончится одним и тем же если еще очень интересная вещь маше сказал когда подошли к нему гад представитель колена гада и ревена и сказали что мы вот останемся сказал ваши братья будут воевать здесь а вы отсиживаться и говорит маше эта трагедия она так закончится и вот и был такой рабе айбершинс и он толковал эти слова следующим образом не думайте что кому-то удастся отсидеться в тылу у евреев одна судьба она она единая это общий организм такой и враг никогда никому не давал пощаду написано что либо они вместе во время войны и мира либо будут проблемы а вообще проблемам израиля к одной из самых таких животрепещущих проблем нашей эпохи нельзя подходить с позиции обычного здравого смысла нельзя причёсывать израиль под ту же гребенку вышли другие страны в этом состояла ошибка разведчиков они пытались судить с рациональной точки зрения о том что происходит без учета всевышнего и тора говорит о земле израиля земля на которую глаза бога вашего от начала года до конца и говорят об этой земле всегда когда масса рассуждаем они или думаем ехать что делать что-то что будет что как надо понимать что здесь нельзя исходить из прогнозов статистики здесь есть одно очень важная вещь божественный фактор и больше его нигде нет браховы от слыха и Продолжение следует...